Представляем вам новый костюм от испанской компании Hard. Он называется Hard Taunus и рассчитан костюм на мокрый демисезон. Компания Hard уже очень давно, с середины прошлого века, шьет одежду для охоты и рыбалки. Компания работает в среднем ценовом диапазоне. Это говорит нам о том, что приобретая одежду Hard, вы получаете классное европейское качество. При этом цена будет достаточно приемлема, она для российского рынка все-таки не сказать, чтобы совсем низкая. Но тем не менее, от грандов отрасли цена отличается в очень выгодную сторону для российского охотника. Качество при этом, повторюсь, европейское. Итак, костюм без утеплителя. Это говорит нам о том, что мы сможем его носить до, наверное, нуля градусов, не больше. Но до нуля смело, можно его надевать на любую охоту. Костюм защищен мембраной Osmotec. Osmotec это собственная разработка компании Hard. Мы сейчас с вами довольно часто встречаем у производителей одежды такие мембраны, которые они разрабатывают сами для себя. Поскольку покупать какие-то лицензионные мембраны достаточно дорого. И фирмы, в общем-то, сейчас научились работать с собственными разработками. Делают это очень успешно. Отдельный большой плюс этого костюма это цвет. Он пошит в таком красивом, насыщенном, ярком коричневом цвете. Вставки упрочнений там зеленые. Но вот этот основной доминирующий коричневый позволяет ее вполне уместно носить в городе. Самая харизматичная часть любого охотничьего костюма это, конечно, куртка. Куртка здесь пошита очень сложной. Вы видите, какой у нее крой такой неоднородный. Это связано с тем, что фирма предпочла наложить на все изнашиваемые места, локти, плечи, усиленную ткань. Молнии и на куртке, и на брюках влагозащищенные. Молния это такое место достаточно уязвимое. И если производитель не защитил молнии от влаги, то куртка или брюки не могут считаться влагонепроницаемыми. Но вот в данном случае Харт эту проблему решил. Как я уже сказала, молнии и на куртке, и на брюках от влаги защищены. Очень важный момент. Костюм тихий и не цеплючий. То есть никаких репейников, никаких колючек вы не нахватаете. Капюшон съемный. Кроме того, при помощи специального хлястика можно регулировать его объем. Капюшон также снабжен очень жестким козырьком. Это сделано для того, чтобы в случае дождя вам в лицо не захлестывала вода. Внутри куртка также скроена очень сложно. Вы видите от талии и до верху подкладка сетчатая. Сетчатые подкладки устанавливают для того, чтобы быстрее отводить пот. От талии до низу подкладка сделана из другой ткани. Она скользящая специально для того, чтобы куртку легко было надеть поверх брюк, чтобы при ходьбе она не задиралась. Это на липучке. Это сделано для того, чтобы вы могли регулировать ширину рукава. Кроме того, если вы почувствовали, что вам холодно, вам, например, ветер задувает, вы можете потянуть всегда манжету, и вам станет гораздо теплее. Кроме того, обратите внимание, что спереди рукав более длинный. Таким образом, у вас передняя часть ладони прикрыта сильнее, и это тоже в известной степени вас защищает от холода. Бегунки на молниях сделаны ребристыми. Они достаточно большие, удобные. Такая ребристая поверхность позволяет вам пользоваться с удобством молниями. Даже в том случае, если идет, например, сильный дождь, все вокруг скользко и мокро, а у вас руки скользить по таким отвесам не будут. Ну и отвесы все подвешены, как вы обратили внимание, на оранжевых шнурках. Это красиво, стильный такой сейчас тренд в охотничьей одежде. Внутри куртка тоже выложена таким оранжевым красивым шнуром. Это скорее дань не функциональности, а моде. Повторюсь, это сейчас тренд такой. Все охотничьи куртки украшать оранжевыми элементами. Карманы, карманы и еще раз карманы. Продуманная система карманов – это атрибут хорошей, качественной охотничьей одежды. Карманов должно быть много, они должны быть продуманы и удобны. Здесь сделаны большие карманы для рук. Вот мы специально на фото положили портмоне размером с паспорт, чтобы вы могли оценить размер. Портмоне в стоимость не входит, его покупают отдельно. Два нагрудных кармана, они на молниях. Это сделано, естественно, для того, чтобы вы могли положить туда какие-то ценные вещи, документы, или, может быть, телефон, или, может быть, деньги. Поскольку карманы застегиваются на молнию, то риск потерять эти ценные вещи сводится практически к нулю. При этом обратите внимание, что компания Харт на этом не остановилась в заботе о нас. И внутри этих карманов на молнии еще вставляется такой пластиковый карман для наиболее ценных вещей. Ну, например, паспорт или, может быть, ваш мобильный телефон, значит, он будет защищен дополнительно от влаги полиэтиленом. И, кроме того, защищен от того, что вы его можете хоть как-то потерять, тем, что этот пластиковый пакет крепится внутрь кармана на липучке. Большой задний карман с двумя входами. Туда можно попасть как справа, так и слева. Кладут туда, может быть, маленькую какую-то птичку, дичь, которую вам удалось добыть. Часто мы видим на охотах в Европе, как охотники кладут в такой карман небольших собак, ну таксу, например. Сюда можно положить также свитер, скажем. Карман для капюшона внутри. Если вы надумаете его снять, вам будет куда его положить. Внутри еще один карман, который застегивается на молнию. И над ним сделан вывод под фурнитуру, чтобы вы могли вывести туда провод от наушников, например, или, может быть, от рации. И, конечно, сделана защита подбородка от злой кусачей молнии. Не устали? Если нет, то давайте теперь перейдем к брюкам Таунус. Они пошиты с высоким поясом. Это решение для нас с вами очевидно. Надо защищать поясницу, надо защищать почки, такие уязвимые места. Пояс пошит из прочной ткани с упрочнением, потому что это тоже достаточно изнашиваемая часть брюк. По бокам вставлены резинки, чтобы лучше сидели, чтобы было комфортнее эти штаны носить. Сзади сделан карман на молнии. Брюки, так же, как и куртка, пошиты из комбинации тканей. Часть ткани, вот это наша тихая, не цеплючая. А во все изнашиваемые места вставлена ткань усиленная, ну, для того, чтобы сделать наши брюки более долговечные. Карманы сделаны из такой усиленной ткани, как мы уже сказали, пояс. И, конечно, низ штанин, который, наверное, скорее всего, больше всего изнашивается, также пошит из такой прочной ткани. Такое же усиление установлено и на коленях. Само собой, колени тоже быстро изнашиваются. Кроме того, здесь колено предварительно сформировано. Что это такое? Дело в том, что, вы видите, оно здесь пошито как бы из нескольких кусков ткани. И имеет такой очень сложный крой. До того, как технологи, разработчики одежды охотничьей, не додумались до этого решения, все штаны шили широченными, чтобы вам было удобно сесть или присесть, скажем. Когда, наконец, додумались вот до такой технологии, что можно просто предварительно сформировать колено, теперь нам, в общем-то, не приходится носить широкие-преширокие штаны. На одной из штанин сделан вот такой изощренной конструкции карман. Внизу штанин на высоту берцев, внутри установлена непромокаемая ткань. Кроме того, эта ткань скользящая. Это она вставляется сюда для того, чтобы вам было удобнее натягивать штанину поверх ботинка, например. Два традиционных, привычных нам кармана сверху штанов, обычные брючные карманы, так же, как и на гражданских брюках. Вид сзади. Посмотрите, кроме сложной системы карманов, тут есть еще и два вентиляционных отверстия. Причем эти два вентиляционных отверстия сделаны не абы как, они закрываются, во-первых, на молнии, а во-вторых, под молнию проложена сетка. Это сделано для того, чтобы вам, в тот момент, когда вы решили провентилировать ноги, не заползли никакие мошкара, может быть, гнус и всякие другие неприятные насекомые. Ну, в общем-то, мы все основные, главные фичи этого костюма рассмотрели. Я надеюсь, что мне удалось вам показать, насколько здорово компания Харт все для нас продумала, сделала так, чтобы охота стала удобной, комфортной. Не забываем, что кроме костюма, к нему надо будет еще докупить ряд важных вещей, такие как правильное белье, правильная обувь, хорошие перчатки, дополнительный утеплитель, потому что, как мы уже говорили, костюм защищен только от воды, он от холода не защищен. То есть, если вы надумаете в нем ходить, например, поздней осенью, конечно, вам потребуется дополнительное утепление. Мы выложим в описании к этому видео ссылки на возможные варианты. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы были с нами.